Мы можем выпить? Можете пить что хотите, но кухня не работает. Выбирайте столик. У вас плита не работает? Нет, повариха. Сделай что-нибудь. Ничего, мы только хотели выпить. Могу посоветовать хозяйское вино. Расслабитесь, забудете обо всём. Я согласна. Сейчас. Я принесу бутылку. Братик. Ну что, давай сядем? Это у нас первое настоящее свидание. Пожалуйста, Хосеми. Ты боишься? Я не хочу пить вино. Ты боишься сделать то, о чем потом пожалеешь? Нет. Я никогда не теряю рассудок. Жаль. Ты заметил? Что? Что твой брат ссорился с поварихой, когда мы вошли. Нет, они вечно как кошка с собакой. Кажется, между ними что-то намечается. Надеюсь, вино нам понравится. Ты говорил, что мы всегда будем вместе. Говорил. А теперь говоришь, что я должна быть с пастором, а ты с Макареной. В чём дело? Я не понимаю. В чём дело? Майта, мне очень жаль. Но так будет лучше для нас. Обстоятельства всегда были против. Нам не суждено быть вместе. Что за глупости? Я люблю тебя. Я соскучилась. Уходи. Пожалуйста, уходи. Пожалуйста. Пожалуйста. Лучше бы что-нибудь приготовила. Я тут больше не собираюсь готовить. Ищи кого-нибудь. Приготовь фасоль. Боишься, что они стащат пепельницы? Что? Пепельницы. Какие пепельницы? Что на столах? Беспокоишься, что Хосеми с подружкой их утащат? Что ты несёшь? Кухня сегодня не работает? Работает. Вари фасоль. Я не буду варить фасоль. Я же сказала, что я не буду готовить. Я ухожу. Ты увольняешься? Нет. Мне нужно кое-что обсудить с одним сеньором. Нам с ним помешали Хосеми и твоя своячница. Ты не думаешь о последствиях? Её следует наказать. Сейчас тебя накажу. Спасибо, извините. Пора привыкать к тому, что вы породнитесь. Или ты будешь её называть принцессой неразделённой любви? Между прочим, это из Лорки. Ты знаешь о Лорке? Я училась в школе, в отличие от тебя. Ладно, я пойду, меня ждёт мама. Но завтра утром приду, мне нужны деньги и работа. Ладно? Пока. Эй, эй. Я хотел спросить. Может быть, ты ошиблась? Что здесь насчёт двух женщин и мужчин? Может, всё же двое мужчин и женщина? А если так? Я поступлю как надо. Выберу брата. Отлично. Поздравляю. И знаешь, я хочу, чтобы наши отношения стали только деловыми. Я повар и всё. Я тебя нанял для этого? Ладно. Отныне я только служащая, а ты шеф. Ты ошибаешься. Шеф и служащая. Да. Добавьте это в ванну и забудете обо всём. Сорок песо. Лучше без сдачи. Спасибо. Умберто. Милый. Ты вернулся. Это стало возможным. Я так рада. Думаешь, всё позади? Но всё будет так, как я скажу. Да, да. Как скажешь. Я разговаривал с Лосаро. Что ты ему сказал? Сказал, что с ним буду я расплачиваться. Ты тут ни при чём. Отлично. Отлично. Ты хочешь сам вернуть ему долг. Замечательно. Я сказал, что ему не стоит ходить к тебе, а тебе к нему. В прошлый раз ты там наделала шум. Я же объяснила, зачем была там. Больше не ходи, Альба. Не пойду. Никогда. Никогда. Хано. Удивлена, да? Да. Ты хочешь поговорить с Лосаро? Нет. Хотел увидеть тебя. Ты всё такая же красивая. Не понимаю, что тебе нужно. Хосеми и Мора. Ты знаешь, что произошло. Да. Хосеми поговорил со мной, и я согласился. Да, но... Я знаю, что Лосаро против. Он сам мне об этом сказал. Зачем же ты пришёл ко мне? Я прошу, помоги Хосеми. Он же тебе как сын. И моей дочери помоги. Она хорошая девушка. Не такая, как её мать. Я вряд ли смогу помочь. Лосаро никогда не одобрит отношения твоей дочери и Хосеми. Никогда. Всё же, поговори с ним. Но как я ему об этом скажу? Как я могу просить, чтобы он позволил брату встречаться с Амайя? Да и ты как решился ко мне обратиться? Это странно. Уходи, Ханно. Если он увидит, что мы разговариваем... Это не странно, Ампара. Ты же знаешь, как я к тебе отношусь. Молчи. Не говори ничего. Лучше уходи. Хорошо. Я уйду. Но ты всё же поговори с ним. Я так хочу, чтобы эта вражда закончилась. Может быть, если Хосеми и Моро поладят... Ханно. Вино отличное. И фасоль тоже. Уже поздно. Может, пойдём? Я ещё не допил. Допью и пойдём. Нет, пойдём сейчас. Пожалуйста. Сейчас вернусь. Хосеми хотел тебе что-нибудь написать, и не смог. Я дал ему стихи Лорки. Для чего? Чтобы помочь. Он не знал, что это Лорка. Думал, это мои стихи. Пожалуйста, не говори ему. Что именно не говорить? Что это стихи Лорки, или что ты отказался от меня из-за него? Что именно мне не говорить? Сколько? Полтинник. Это твой дом. Спасибо, брат. Пойдём? Ты пришёл ко мне? Да. Я хотел поговорить с Ампаро. Тебе не о чем говорить с моей женой. Ошибаешься. Я хотел поговорить с ней, потому что ты против того, чтобы Хосеми был с моей дочерью. Я не изменю свою мнение. Поэтому я и хотел попросить Ампаро о помощи. Прошу тебя. Давай покончим с этой враждой. Дети любят друг друга. Что в этом плохого? И ты сказал это моей жене? Хотел на неё повлиять? Она это знает. И знает, что ты что-то задумал. Задумал? Да. Я уже 25 лет с вами не общался. И пришёл теперь потому, что хочу, чтобы дочь была счастлива. Тебя беспокоит дочь. Ты не беспокоился, когда твоя жена с ней ушла? Да что ты знаешь? Оставь нас в покое. Прекратите, Лосаро. Прости, Ампаро. Я не хочу попросить, чтобы ты на меня повлияла. А ты его слушала? О чём ты с ним говорила? Я ни о чём с ним не говорила, Лосаро. Опомнись. Я не желаю видеть его в этом доме. И не желаю видеть тебя с ним. Умберто, милый. Возьми это полотенце. Оно мягче. Мама, я дома. Как хорошо. У меня есть новость. Какая? Сейчас расскажу. Твой отец дома. Всё улажено. Отлично. Да, да, да. А почему ты дома так рано? Уволилась? Нет. Мы раньше закрылись и меня отпустили. Ты мне испортила настроение. Мы же говорили об этом. Мама. Что? Нам нужны деньги. Амадор совсем не опасен. Он любит другую девушку. А ты в этом уверена? Зачем нам говорить об этом, если папа вернулся? Нет, не меняй тему. Мама. Я вот что скажу. Ты бросишь работу в баре и не будешь думать о деньгах. Твой отец договорился с Лосаро Эредея, что сам заплатит долг. Так что всё устроилось. Почему он этого раньше не сделал? Зачем тянул? Папа, как ты расплатишься с Лосаро? Отец всё ещё расстроен. Не напоминай. Я знаю, что делаю. Не учи меня. Успокойся. Я спокойна. Всё хорошо. Всё хорошо? Нет, не всё хорошо. Ты ещё не уволилась, но я прошу тебя, сделай это. И скажи отцу, что ты больше не будешь работать в баре. Я не хочу лгать папе. Ты солжёшь ему, потому что я прошу это сделать. Понятно? И ты это сделаешь. Умберто, милый, ужин ждёт. И ни слова. Согласна ты или нет? Согласна. Хотя это безумие. Спасибо. Я думала, ты ещё в баре. Нет, он не работает. А ещё есть тарелка? Амадор, ты же с нами не ужинаешь. Присаживайся. Хорошо, что мы вместе. Да, конечно. Спасибо. Передай мне соль. Поставь на стол. Как у тебя с Хосеми? Хорошо. Можешь сесть как-то иначе? Если ещё раз устроишь то, что сегодня, предупреждай, пожалуйста. Павор. А что? Тебе не понравилось? Он захотел с тобой встретиться. Я думал, ты будешь рада. Да, Мосте. Всё равно предупреждай. Хорошо, почему бы и нет. Но и ты мне обо всём рассказывай. Мора, я говорю об этом, потому что хочу знать обо всём, что между вами происходит. Понимаешь? Ниньо! Куда вы ходили? В Бара Мадора. Почему? Хосеми нет денег? Ниньо. Завтра утром позвони Гайтану. Пусть скажет, что именно ему нужно. Он ищет машину для пастора. Но у него отличная машина, зачем её менять? Он не хочет её менять, он хочет сделать броню. На две недели ему понадобится другая машина. Зачем? Он что, спятил? А в чём дело? Тебя это что, волнует? Да. Кстати, как у тебя дела с его сестричкой? Хорошо. Хорошо. Ты её зацепил? Конечно. Настоящая Майя! Почему бар не работает? Народу нет? Да нет, народ есть. Повариха ушла. Точно. Мы слышали, когда заходили. Ты что, с ней поссорился? С кем ты заходил? Мы не ссорились. Просто мы с ней так разговариваем. У неё что-то случилось с матерью. С кем ты заходил? С Мурой Амайя. Отлично. Ну и семейка. Ты сказала ему, что Хану Амайя приходил за него хлопотать? Когда приходил? Давайте сменим тему. Когда он приходил? Давайте сменим тему, Хосеми. Да. Поговорим о чём-нибудь приятном. О моей помолвке с Гайтаном. Это правда? Да-да. Ты не сияешь от счастья, Майте. Разве? Я счастлива. Ты можешь спокойно есть? Успокойся, Лассара. Почему ты сегодня всем недоволен? Ты не понимаешь? Из-за того, что явился Хану? Естественно, мне не нравится, что ты встречаешься с его дочерью. Почему? Потому что Хану это спланировал. Хану, он мне готовит ловушку с твоей помощью. Прекрати всех подозревать. Никто меня не использует. Ни Хану, ни ты. Если тебе что-то не нравится, это твоя проблема. Хану хочет мира. Он дал Амадору денег. Замолчи. Встречайся с кем тебе хочется. Никто тебя не запрещает. Но Лассара прав. Это же не семья. Прости, Хосе. Я разозлился. Ничего. Он кого хочешь доведет. Я знаю, что у меня с Морой совсем не спланировано Хану. И я не позволю нас разлучить. Надеюсь. Я вижу, у тебя все отлично с Морой. Ей понравились стихи. Я хотел поговорить об этом. О стихах. А что? Это не я их написал. А кто тогда? Лорка. Какой Лорка? Кевец? Поэт, Хосеми. А почему ты мне сейчас говоришь об этом? Я хотел помочь тебе. Вот и продиктовал их. Я знаю много его стихов. Мог бы сразу сказать, Амадор. Если Мора сейчас об этом узнает, она подумает, поговори с ней и объясни. Но уже поздно. Не поздно. Хосеми. Я хотел помочь тебе. Дай подумать. Дай подумать. Хосеми. Ты полагаешь, она читала Лорку? Лорка? Не ожидала, что он знает Лорку. И вообще книги читает. Что будешь делать? Не знаю. Я не могу сказать Хосеми. Он как ребенок. Но так приятно, что Амадор писал эти стихи, думая обо мне. Но он их отдал брату. Но он думал обо мне. Он хотел помочь Хосеми. Хотя эти стихи написаны Лоркой, они передают чувства Хосеми. Он влюблен. Поэтому Амадор от меня отказался. Не потому, что не любит. Он не хотел сделать больно брату. Мора, как бы там ни было, но если Амадор уступил тебя брату, ты должна с этим смириться. И все. Это очень благородно с его стороны. А мои чувства? Мои чувства совсем не в счет. Твои? Ты должна влюбиться в Хосеми и не страдать. Ну вот, что ты должна сделать. Что мне не говорить? Что это стихи Лорки? Или что ты отказался от меня из-за него? Что именно мне не говорить? Может, ты ошиблась? И все-таки двое мужчин и женщина. А если и так? Я поступлю как надо. Выберу брата. Неужели ты счастлив? Счастлив. Очень счастлив. Потому что я не напился. И ты тоже. А если мы трезвы, то можем сделать все, что угодно и будем помнить об этом завтра. Ты никогда не выберешься из этой ловушки. И будешь вечно страдать. Ладно. Отныне я только служащая, а ты шеф. Ты ошибаешься. Шеф и служащая. МАЙТЕ ЭРЕДИЯ МАЙТЕ ЭРЕДИЯ МАЙТЕ ЭРЕДИЯ МАЙТЕ ЭРЕДИЯ Тут указан адрес. И не забудь вложить мою карточку с золотым тиснением. Ясно? МАЙТЕ ЭРЕДИЯ Держи. Ниньо, это ты там? Да. Проходи, присаживайся. Отец сказал тебе, что мне нужна новая машина. Хорошая. Понимаешь? Да, он мне говорил. Такую трудно найти. И к тому же, она стоит денег. О деньгах не беспокойся. Ты лучше добыть её поскорее. Хорошо. Когда она тебе понадобится? Сегодня вечером. Хорошо. Если деньги не проблема, я постараюсь найти. Пастор, вот папки, которые ты просил. Привет. Привет. Ты опять здесь случайно? Нет, на этот раз не случайно. У меня было дело к твоему брату. Значит, я вам помешала? Нет, нет, мы с Нинью уже обо всём поговорили. Да. Тогда я вечером заеду. Нет. Я тебе позвоню, когда тебе приезжать. Или лучше тебе позвоню. Нет. Нет, нет, нет. Позвони мне в торговый зал. Я буду ждать. Хорошо? Обязательно. До свидания. Пока, пастор. Макарена, не строй иллюзий. Папа с ними общается, чтобы покупать дешёвые машины. Поэтому выброси его из головы. Забудь о нём. Зачем взял? Зачем взял? Я хотел помочь. Не надо. Не трогай. Значит, Альба здорова? Да, но у неё часто подскакивает давление. Нервничать очень вредно для здоровья. А ей вообще нельзя расстраиваться. Кровь ударит в голову, и всё. Конец. Оставь ты мою кузину в покое. У меня с ней ничего нет. Привет. Легка на помине. Мы о тебе говорили. Об Альбе. Об Альбе. Об Альбе. Да. Как Альба. Хорошо, спасибо. Что сказал? Мне нужно есть овощи и фрукты. Если хочешь, дам список. Ты купишь. Извините. Ты видишь, что происходит? Вижу. Как ты мог согласиться? У нас же нет ни одной готовой. Одну-то мы соберём. Да, конечно, за деньги. Санчо, это для Хуана Гайтана. Так сказал папа. Есть вопросы? Мы всё сделаем. Иди. Пока. Позвонить ребятам? Нет-нет, я сам этим займусь. Папа трясётся над Гайтаном. Всё должно быть отлично. Хочет ему угодить, как и Ниньо. Ты не знаешь? Нет. Ниньо ухлёстывает за дочкой Гайтана, Макареной. Я его понимаю, она хорошенькая. Хорошенькая мордашка, фигурка в порядке. Он сразу глаз положил. Ты же знаешь, он своего не упустит. Да. Это не мои стихи, а Лорке. А письмо написал мой брат. Стихи Лорке? Да, Лорке. Но их выбрал Амадор. Он их знает. А почему Амадор? Я попросил его помочь. Он мой брат. Он знал, что письмо для меня? Конечно. Он о нас всё знает. Я думаю, ты не против? Я не против. Но я хотел, чтобы ты знала об этом. Если бы ты потом поняла, ты могла бы подумать, что я... Ты очень милый. Что ты сказала? Ты честный. И я очень рада, что ты решил мне всё объяснить. Я боялся, что ты рассердишься. И поэтому я написал ещё. Это не Лорка. Это я сочинил. Спасибо. Подожди. Прочтёшь, когда я уйду? Ладно. Я пойду. Пока. Моё такси врезалось в твоё, и моё сердце разбилось. Я был раздавлен, смят, как и машина. Теперь я мечтаю о том, чтобы твоя любовь меня исцелила. Фунтас. Ещё одно письмо? Да, от Хосеми. Амадор ему сказал, что переписал стихи Лорки, и Хосеми решил написать что-то своё. Как мило. Я тебе говорила. Амадор помог ему. Он отказался от меня ради брата. Если он отказался, значит, так надо. Надо? Нет. Я этого не хочу. Я поговорю с Хосеми. Ты представляешь, как трудно было ему сочинить стихи? Если ты скажешь правду, он умрёт, а иначе умру я. Почему я должна молчать? Потому что Хосеми будет страдать. Амадор ни в чём не виноват. Я не хочу притворяться. Я с ним поговорю. Я не хочу терять Амадора. А если он откажется от меня, он дурак. Это так, но он мне нравится. Что ты ему скажешь? Не знаю, но я с ним поговорю. Это сразу надо было сделать. Поговорить. Секретно. Пентагон зафиксировал НЛО. Объект движется с невиданной скоростью. Он использует ведущие технологии широкополосного интернета. Очень хороший парень. И внешность вполне. Я не хочу расставаться с Ниньо. Я знаю. Но всё-таки переоденься, накрасься и встреться с пастором. И надень часы. Не плачь. А то я заплачу. Прости, я не хотела, но мне так плохо. Плохо из-за него? Да нет. У меня хватает проблем дома. Я не понимаю его. Не понимаю, не понимаю, зачем он это делает. Он знает, что он мне нравится. Знает, почему он так со мной обращается. Ну, ты же знаешь его. Вот поэтому. Поэтому мне и плохо. Ты же всё понимаешь. Ничего я не понимаю. Но он говорит всякие гадости. Плохо обращается с женщинами. По утрам зол на всех. Но он хороший парень. Самое лучшее, что ты можешь сделать, если, конечно, не хочешь страдать, это не влюбляться в него. Это всё, что ты можешь. Пожалуйста, не говори ему, что я плакала. Зачем мне ему это говорить? Не скажу, даю слово цыгана. От всего цыганского сердца. Ты что это делаешь? Это моя машина. Вылезай. Ещё что-нибудь потеряла. Амадор здесь? Он уехал. Надолго? Этого я не знаю. Если спрошу, где он, тоже скажешь, не знаю. На этот раз ошибаешься. Я скажу, где он. Он поехал на рынок. За фруктами и овощами. Найдёшь его там. Спасибо. Не за что. Дура. Ты сказала ей, что Амадор на рынке. А разве Амадор там? Да, вместе с Хосеми. Теперь все будут плакать. Я пригнал машину для Гайтана. Что случилось? Почему ты так нервничаешь? Возникли сложности. Какие сложности? Зачем ты сам поехал? Для чего мы держим парней? Я хотел быть уверен, что Гайтан получит машину. Да, но что за сложности возникли? Прибежал хозяин. Сам понимаешь. Тебя кто-нибудь видел? Нет. Что тебе нужно? Зачем пришла? Зачем пришла? Тебя увидеть хотела, и всё. Могла бы мне позвонить. Успокойся, Ангель. Так нельзя говорить с женой. Прости его, у него много срочной работы. Он из-за этого нервничает. Вот и всё. Иди домой, отдохни. Позже поговорим. Позже поговорим. Мне мешок лука. Две тыквы. Я сказал море про лорку. Отлично. Что она сказала? Всё нормально. Не злилась? Нет, я извинился и отдал ей свои стихи. Свои? Да. Зачем же меня просил сочинять? О чём дыне? По пятёрке. По пятёрке беру ящик. Ты же сам говорил, если я люблю её, то должен её добиваться. Прости, я тогда не мог. Я устал. Да нет, я сам должен был написать. Надо же как-то выразить то, что я чувствую. Это хорошо. У меня получилось. Отлично. Даже Хану благословил меня. Хану? А Лосаро? Лосаро против. Но мне всё равно. Его это не касается. Берегись, Хану, брат. Осторожней. Он может устроить ловушку. Берегись, Хану. Осторожней. Ты как Лосаро. Не сравнивай нас. В чём дело? Что тебя беспокоит? Я хочу знать, что случилось. Ничего. Мужик выскочил на него время, вот и всё. Сколько раз тебе объяснять? Почему ты ничего не понимаешь, пока я не заору на тебя? Чёрт возьми. Не кричи на меня. Я кричу, потому что до тебя только так что-то доходит. Ты кричишь, потому что не хочешь сказать, что произошло. Что произошло? Я сказал, что произошло. Этот тип мне помешал. Ты убил его? Что ты сказала? Убирайся. Прости, прости. Я только хотела узнать, что случилось. Пошла вон, дура. Лос. Ты цела? Можешь встать? Вроде бы. Извини. Я тебе помогу. Пойдём. Успокойся. Пошли, пошли. Он меня вытолкнул из машины. Зачем мы сюда приехали? Мне нужно кое-что обсудить сама я. Подождите минуту. Можешь засечь по часам, что я тебе подарил. Ты приехал. Добро пожаловать. Я насчёт машины. Пастор, я как раз звонил тебе. Привет. Вы достали машину? Да. Но ещё нужно кое-что сделать. Она будет готова завтра. Отлично. Как дела? Хорошо. Он такой красивый. Сегодня никак? Постараемся. Не улыбайся ему, а то возомнит что-нибудь. А что? Он улыбается мне, я ему. Он мне всегда улыбается. Да? Да. Сегодня утром он приходил к пастору, но на самом деле хотел увидеть меня. Я так думаю. Я так думаю. Не беспокойся. Здесь тебя никто не обидит. Тебе лучше? Да, спасибо. Я пойду. Сначала скажи, что случилось. Мне не хочется говорить. Я вас прошу... Не открывайте. Пожалуйста, не открывайте. Я вас умоляю. Не открывайте. Я должен открыть. Нет, прошу вас. Тогда не говорите ему, что я здесь. Хорошо. Спрячься на кухне. Где моя жена? Твоя жена? Да, моя жена. О чем ты говоришь? Ты прячешь жену Эрадия. Где она? Луз? Не знаю, что случилось, но мне это не нравится. Это мой дом, и мне решают, кого сюда пускать, а кого нет. Твоей жены здесь нет. Уходи, Ангель. Не прикасайся ко мне. Уходи. Не прикасайся. Луз! Спасибо. Большое спасибо. Боже мой. Я забыл апельсины. Принеси пять пакетов, Хосеми. Персики отличные. Да. Мне сказали, что ты здесь. Кто сказал? Повариха. Уходи. Я здесь с Хосеми. Я останусь. Я с Хосеми. Мне надо поговорить с тобой. Прошу тебя, уходи. Он сейчас подойдет. Хватит притворяться. Хватит притворяться. Ты уступил меня Хосеми. Я это знаю. Я с Хосеми. Уйди. Я не верю. Я знаю, ты это сделал ради брата. Ты не хочешь, чтобы он страдал. Но что будет с нами? Между нами ничего нет. Я надеюсь, ты это поняла? Что? Ничего нет? А почему же ты нервничаешь, когда я рядом? Почему тяжело дышишь? Ничего нет? Это ложь. Ложь. Уходи. Ты лжешь ради брата. Пожалуйста, уходи. Я очень люблю Хосеми. Я не хочу причинять ему боль. Ты должна понять, между нами ничего нет и никогда не будет. Я тебе не верю. Посмотри мне в глаза, Амадор. И скажи сейчас, что я тебе безразлична. Мора! Хосеми! Что ты здесь делаешь? Она искала тебя. И нашла. Она искала тебя. Субтитры сделал DimaTorzok